Российская певица Марина Девятова находится в эти дни в Чебоксарах. Финалистка всероссийского конкурса «Народный артист-3» завоевала зрительскую любовь необычным исполнением традиционных русских песен. Концерт певицы только завтра, а сегодня она пришла в эфир Таван-радио, чтобы в программе «Деловой обед» рассказать слушателям о себе, о своем творчестве и не только. Марин, второй раз в Чебоксарах, да? И как впечатление? Почему вернулась обратно? Да потому что позвали, вот и вернулась. Все очень просто и банально. Если зритель приходит, то почему же не сделать ему приятное во второй раз? Как публика наша с прошлого раза? Вы знаете, я, честно говоря, когда приехала в прошлый раз с Тура, ну, конечно, запоминается в первую очередь всегда зал. Часто говорят, а вы вот там город, как посмотрели, успели. Я говорю, ничего вообще не успеваю, не смотрю. И в основном запоминаю город по его ДК, по месту, где работаешь. Ну и, безусловно, публика очень теплая, поющая, танцующая. Народной артистке Чуаши Августе Уляндиной тоже было о чем поговорить с коллегой. Ведь обе они заняты очень важным делом, сохраняют любовь к народному творчеству. Самые интересные моменты разговора вы сможете увидеть в авторской программе Августе Уляндиной на нашем телеканале. Я всегда очень трепетно отношусь к своему слушателю, потому что вы не так часто увидите Марину Девятого, может быть, на федеральных каналах, но при этом, при всем, когда вы приезжаете, допустим, в Чувашскую республику, а у вас аншлаг, все говорят мне, а как это так, ты тут вот, ты же в обложках, нет хита вроде особо, нету. Но Марина Девятого приезжает и собирает. Это что, о чем говорит? Встретимся указ, как в свое время рассказывал Иосиф Пригожин. Говорит, ребят, сколько угодно можно всего иметь, но если зритель к вам не приходит, все, артиста нет. Поэтому я не знаю, и опять-таки я уверую все-таки на то, что у меня просто Господь наделил меня миссией, и я не имею права по-другому поступить, кроме как нести ее в народ. Дмитрий Ковалев, Маргарита Гартфельдер и Андрей Спиридонов. Республика.